Привет! Третья часть Колпинских баек посвящена Ленинскому броневику. Все мы с вами знаем, что у Финляндского вокзала стоит памятник Ильичу, выступающему с апрельскими тезисами с броневика. В советское время было принято считать, да и в некоторых источниках сейчас это упоминается, что Ильич выступал с броневика Остин Кутиловиц, и копия этого самого броневика установлена как памятник на Ижорском заводе. Давайте разберемся! Если взглянуть в историю, то британская фирма Остин действительно по заказу российской армии начала строить шасси для броневиков и поставлять в Россию с 2014 по 1917 года. В конце 1916 года на Путиловском заводе был спроектирован броневик Остин Кутиловиц. Основное внешнее отличие от британских Остинов заключалось в диагональном расположении пулеметных башен. Такое расположение позволило вести как фронтальный, так и боковой огонь из обоих пулеметов, в отличие от британских моделей, у которых на каждый борт огонь мог вести только один пулемет. Планировалось выпустить первые бронеавтомобили к июле 1917 года, однако из-за февральской революции и связанных с ней событий производство было приостановлено. Первые бронемашины были выпущены только в марте 1918 года, и эти машины бронировались на Ижорском заводе, то есть после Октябрьской революции и после пламенной речи Ильича. То есть Ильич не мог выступать именно с такой моделью броневика, а вот с какой? Да пока по сей день и нет точного ответа на этот вопрос. В принципе мог выступать с любой другой, которые имелись в Петрограде в 1917 году. За месяц до приезда Ленина в запасном бронедивизионе в Петрограде находилось 6 броневых автомобилей Armstrong Whitford Fiat без задних рулевых управлений и один британский Остин с двухрулевым управлением. Так что мог быть и Остин, естественно не тот самый Путиловский, а мог и Рамстронг, он тоже двубашенный. Теоретически это мог быть и Ижорский Fiat. В 16-м году были заказаны 90 шасси у американского филиала фирмы Fiat. Сборка опытного образца началась в сентябре на Ижорском заводе. А вот в декабре 16-го броневик вышел на испытание. Один единственный экземпляр. То есть и во встрече Ленина, и в Октябрьской революции мог участвовать этот единственный опытный экземпляр. По внешнему виду отключить его от Остина мог только специалист. Ну а что с броневиком, который установлен на Ижорском заводе, спросите вы? Копия бронеавтомобиля была изготовлена и установлена на заводе в 1667 году, к 50-летию Октябрьской революции. Раньше он стоял у главной проходной Ижорских заводов в районе завода управления. А 29 июня 2012 года Ижорский броневик вернулся из реставрации и занял новое почетное место на территории Ижорских заводов. Теперь он украшает собой проходную фидерную. Со стороны города можно рассмотреть его на новом постаменте через въезд на завод. К сожалению, памятник стоит внутри заводской территории, и рассмотреть его со всех сторон могут немногие. Спасибо за просмотр! Если понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на Ижорский телевизор. Не забудьте посмотреть также наши предыдущие серии колпинских баек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова